По поручению президента начата проверка боеготовности вооруженных сил Беларуси. Это позволит определить способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями при выполнении задач в установленные сроки, в планах передвижения военной техники, в связи с чем возможно временное ограничение работы гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности. Беларусы заключили более 14 тысяч договоров дополнительной накопительной пенсии по новой схеме, которая работает с октября 2022. Самый популярный вариант, когда 3% от своей зарплаты перечисляет человек и еще столько же работодатель. Важно помнить, участие в программе не влияет на размер выплат за трудовой стаж. Сумма наследуется, а в случае инвалидности выплачивается единовременно досрочно. В стране в пятый раз с начала года снизились цены на автомобильное топливо. 92-й обойдется в 2 рубля 31 копейку, 95-й и дизель в 2,41, 98-й в 2,63. Предыдущее уменьшение стоимости, напомним, произошло неделю назад. Последнее подорожание было 28 июля 2022. Разница на начало года 32 копейки. В стране стартовала акция «Дом без насилия». Она проводится по 7 апреля. Особое внимание к тем, кто раньше совершал правонарушения. На учете более 20 тысяч человек. За ними контроль ведется постоянно. Ежегодно в милицию поступает около 80 тысяч сообщений о домашнем насилии. С начала 2023-го число тяжких бытовых преступлений уменьшилось. В Беларусь пришла очередная волна паводков. В Могилевской области последствия весенней стихии уже ощутили жители пяти районов. Уровни воды превышают опасные отметки на березине, друте, сожи. Среднее плюсование доходит до 19 сантиметров в сутки. Метеорологи ведут круглосуточный контроль на 12 гидрологических постах. На самых проблемных дежурят спасатели. Нынешнюю ситуацию критично не считают.